всем привет на канале другая жизнь первое утро без дождя замечательно стали никуда не бежали не торопились попили кофе приехали на место сегодняшний путешествие заключается в следующем есть у нас два места с поселухами в наших замечательных лесах точнее место одно точно определенное так называемые кузнецы как мы их прозвали не знаю почему второе место где мы зимой подождите зимой весной уже вот это снег то уже сошел нашли наконечник и ножичек возле болота у нас видео где-то на канале по поводу ну посмотрите ли ссылку сейчас если найду прикреплю уголок коп вокруг болота что и тогда таков вокруг болота мы сейчас дойдем до места где мы нашли наконечник соединим точки в навигаторе с кузнецами по расстоянию там не очень далеко может быть метров там меньше километра короче говоря и пойдем этим направлением потому что есть большая вероятность наткнуться на маршрут на путь которым ходили от этой поселушки к болоту которое возможно было озером как мы уже и предположили потому что есть большая вероятность что наконечники потеряли те же люди просто не мы мы находились другой стороны этой поселухи там в каком-то на каком-то расстоянии также точно наконечники то есть люди охотились ходить и сюда не ходили к воде если мы найдем путь по которому они ходили хотя бы примерный то на нем возможно что-то найти или же найти еще поселуху лишь найти не знаю что-то можно попробовать найти сами знаете лес замечательный насекомых почти нет вот я уже пока без маски хожу 10 минут пока ни одна муха сильно не пролетела хотя опасно в моем случае пойдемте попробуем мы пока я пока хожу здесь разговариваю с вами любой ходит грибы белых там на дороге сегодня идет с нами и квинокс и терка что-то я захотел с теркой походить и второй день уже хожу там что-то у меня какая-то ностальгия свершилась глядим терка тут еще в этом лесу по мне было пойдем дошли до места вот где прибор стоит там наши ямка старая видом последует что мы здесь копали но я и помню это место вот болот впереди вон она начинается прям рядышком я вам его показывал тогда выходил мухоморчики такие красивые вот вроде отошли далеко а технику все равно слышно ездящую люб выставляет маршрут будем соединять эти точки но сейчас мы каждый еще покрутит пока покружимся маленькая мало конечно верю в то что здесь еще одна одна дворка но это либо дали бы сюда за водой ходили либо охотились либо что-то еще на конечники охотились скорее всего точно прилетели лосиные мухи застегнули лица греха подальше 200 всего я чуть думал метров 500 600 будет вообще рядом рядом как интересно тогда вообще надо сейчас медленным черепашьим шагом передвигаться что мы в общем то и будем сейчас сделать так здесь у нас папоротником все заросло уже красным синий причем самое интересное что мы пересечем линию где нашла тот большой крест но это позе позднять поздняя дорога это поздняя дорога но здесь потеряшки попадаются в этом лесу кресты особенно монет кстати не нашли в этом в этих лесах ни одной нет я не про империю говорю только на дороге вот где мы кошель собирали дальше отсюда там были имперские монеты здесь вот потеряшек ни одной кресты находим периодически потеряшек нет удивительно дошли до кузнецов прозвонили что могли пока шли какие-то оказалось 200 метров с небольшим я думал дальше еще странно ну в принципе здесь все рядом носить расположились забазировались камеру поставили на штатив 250 метров туда вниз и там будет кошель но это уже другие эпохи как говорится не то что мы ищем сегодня в принципе цель какая была дойти до суда но здесь кстати говоря много полян которых мы сейчас прошли здесь же вырубки кругом это к тому что это не археологический слой здесь все наверное с тридцатых годов перерыты перебуровлено лесовозами дровосеками короче да не только топоров здесь стоянок техники хватает почему мы решили еще и железо пособирать в этом сезоне проект синий кит не знаю будем снимать или нет про уазика ну а чё прикольно кстати говоря интересная машинка оказался вот пусть патраля сейчас езжу на уазике вот это не испытываю сильного дискомфорта я вам скажу машинка неплохая по бездорожью она идет замечательно ну да у нас лысая резин стоит какую мы забрали такую есть если ребят нам найдут мтшку какую-то будет вообще замечательно и вот мы хотим за счет этого железа собственно купить этот уазик и сделать из него второй автомобиль такой еще один куб мобиль поднял я его тут на подъемник первый раз когда интересно же как он устроен я на патриотах никогда не ездил уазиках на козлах там на буханках понятно поднял и понял что в принципе устройство во-первых очень простое вторых очень надежная ну я имею ввиду того что ты его просто так не сломаешь она будет конечно ломаться естественно но и по устройству в принципе чем-то отдаленно напоминает на все равные внедорожники старый на на патролей на грузаки 100 105 нормальная машина абсолютно нормальная машина вот так что не знаю буду буду я снимать этот проект не буду напишите в комментариях кому интересно тоже нужно разнообразить контент только лазине по лесам тоже скучно вот иногда становится ты про патроля можно снимать но про патроля снимать что там про него снимать на волосы зашевелиться когда его ремонтировать начинаешь но продавать не машина на всю жизнь ладно разбазировали сейчас чаю глотнем учить придумаем через здесь делать походим и пошурфим есть мысли ну как пошурфим углубимся просто на штык посмотрим будет что-то или нет давайте искать а а Играет музыка Ну и что, ребят, начали мы шурфить Пробовать шурфить, вы же сами понимаете Это не как на обыкновенных домовых ямах Нашел, грубо говоря, примерно ты понимаешь, где это Тут хрен его знает где Взяли точки между находками, которые мы находили, да, украшения И сзади, соединили линии Попробуем сейчас прокопать Ну, снять где-то штык хотя бы Посмотреть, будет хотя бы железо или нет Камни, железо, что здесь вообще Потому что здесь даже грунт уже будет не фундаментный, скажем так Да и фундаментов тогда зачастую и не было Были такие дома на половину землянки То есть внизу Утоптанная глина Да Деревянные полы Яма, сверху бревна или скат крыш Вот так тоже было зачастую Картинку вставлю, чтобы понимание было Как вообще выглядели эти пастилухи Здесь такое себе пальцем в небо То есть Место, где был очаг, мы нашли Примерно Но, видимо, он перебуробленный Нашли там осколки керамики Уголь Советские топоры Лесорубные Попробуем Поэтому все очень сложно И все неоднозначно Это точно Короче, наконец-то нам дали находку из тех времен Это подвес Сейчас я снимаю прям со штатива, не снимаю Это подвес маленький На нем вешали всякие гусиные лапки Звонил отвратительно Да, он и в минус Он и в плюс Еле-еле Сейчас фоточку прикрепим Как они выглядели Мы раньше находили Думали, что это проволока Банально скрученная Это проволока скрученная Только очень давно Только очень давно Мы их столько выбросили Нет, я не выбрасывала Шмурдяк куда-то Да, где-то валяется Так, к нам прилетели какие-то злые ветры Принесли нам какую-то веселенькую тучу Но это не помеха Опять вот это место Опять здесь сейчас нам попалась керамика О, и осколок ножа Да Вот керамика и кусочек ножичка Вот кусочек горшка Может быть здесь опять зашурфится Не знаю Сейчас посмотрим Вот он нашел Какой лес Да, очень сложно Корней Жалко их рубить Жалко, да Поэтому мы стараемся Вокруг них руками там Ну да, сейчас полок Извращаемся Меж корней залезать За этой керамикой И за этим ножом Так, ребят Попали мы сейчас под сильный дождь Но это не страшно Сидим, загораем Да, конечно Шурфом ничего Тишина Здесь по идее Все эти 100 квадратных метров Надо вскрывать Нашел я еще вот такую хрень Сейчас покажу Но она, к сожалению Лесорубами убита Ой, господи Как бы показать-то Вот так Вот так вот Сейчас О, руки черные Извините Какая-то то ли подвеска Вот петелька была То ли бубенчик Не знаю Ну звенел как раз Вот теми эпохами Вечереет, к сожалению Нужно собираться В дорогу Да, лю под бубенчик Замятый Шумящий Вот они, дырочки Точно Нужно собираться В обратную дорогу Вот мы тут сидим И рассуждаем Как Эту дорогу идти Ну, чтобы ее не в холостую идти Естественно Да, не густо Уже лезячек всяких много Накопали, естественно Но сейчас уже вот Кругами ходим И железа даже уже нет Все мокрые Рюкзаки мокрые Чаю брусничного Не хотите Настоятельно рекомендую Попить Поэтому на сегодня Наш чудесный выход в лес Я думаю, что сейчас Будет заканчиваться Но мы еще до машины не дошли Нам еще надо дойти Может, что наткнем Ну, что я тебе могу сказать И вам всем могу сказать В общем-то Если идти по направлению К машине Отсюда Строго по прямой То примерно метров Через сто Начнется граница на дело По границам шастали Как по дорогам Ну, это по теряшке посмотреть Да Посмотреть по теряшке Что еще можно Ну и только на что-нибудь еще напороться Ну, у нас в этом году-то есть план Дальше эту косу начинать пробивать Она длинная Ну, так длинная Километра два Километра два есть И в ширину непонятно Как все это будет Вот так вот расселялись люди Вот так вот Происходит Любительская археология Не на продажу Для себя Чтобы история Так вот не гнила И не перепахивалась Ну, сейчас-то уже Она не перепахивается Сейчас Ну, сейчас, да Насажали здесь Ну, а что, насажали Сейчас здесь Когорубки пока не будет Пока еще все это не выросло Лет через 20 Дай боже Опять начнут Как-то так В следующий раз Возьмем с собой Что-нибудь поесть Жрать охота Мы со скольки? С 11? Наверное Долгие были Летние вот эти Промежутки Лето было, да Совсем не копательное И навык теряешь Если там Нифига не копательное После весны Обычно еще таким задором А сейчас после этого Жаркого лета Еле ползаем Километра полтора Пройдешь Уже все как будто Как будто Ай-яй-яй Ладно Выдвигаемся Ну что, друзья Дошли до машины Больше ничего интересного Не было А, трос с крюком Нашли Как будто от крана Приперли Проект Начинается По отбивке УАЗика Ну это так Приколуемся Ну почему прикол? С другой стороны Почему бы и нет? Солнце вылезло Неделя почти прошла Где поливали дожди Сейчас выскочил Хорошо Ладно Находок сегодня было немного Для вас такой небольшой выход Пообщались Поговорили Планами поделились На днях еще куда-нибудь пойдем 100% Если погода будет нормально Мысли были И даже поездка одна была Запланирована Ну так Километров за 200 Может за 150 Ну я не знаю Вот Этим сентябрем Или все-таки попозже Там В конце октября В ноябре мы съездим Не знаю Пока не решили Но местечко одно Интересное Присмотрели Так На этом Откланиваемся Спасибо Что с нами ходили Дышите чистым воздухом Не болейте Всем пока